Итак, что для тебя счастье? Что? Вроде бы это не Укси. Я не знаю, откуда ты набрал его. Это нам люди, которые пожертвовали деньги, либо бочку. Бочки. И они... Оставляют... Да. Эту бочку там пожертвовал два человека. Вот их... Эту бочку пожертвовал другие. Просто, по-моему, если не ошибаюсь, с той стороны надписи. Кто будет пробовать? Вот. Давайте вам наберем чуть-чуть. Так, дегустация. В винном подвале. Это Саперави. Это считается самым... Это Саперави. Самое хорошее вино, но... Я считаю... Оно, в принципе, немножко... Возможно, может Уксить. Чего? Чуть-чуть. Ну, уже лето и... Вино как вино. Да. Очень. Дай я наберу. Все, держи. Наберу еще еще. Я. Ну, такое... Афанасий говорит, что там вчера пробовали мы это вино. Сегодня оно лучше по вкусу. Ну да, оно лучше. Вчера было немножко... Или от того, что оно выстояло в бутылках потеряла. А набери чуть-чуть. Нет, не может просто чтобы... Может быть я на каждом пробовал. Лидия? Лидия? Может быть? Держи. Лидия я попробовал вроде тоже нормально. Мне кажется это то, что она стояла просто в... Бутылки. И... Ммм. Ну да. Сегодня, я говорю, хороший вкус. А она сможет что здесь набрал. Может вчера теплое было. Нет, не правильно. А тут оно... Все, с бочки. Все, значит вы снимали. Нет, не знаю. В смысле мы даже... Ммм. А это год рождения... Да. Это год рождения... Донора, а не донора, а птитора. Да нет, год рождения. Год не надо. Это правильный. Да наверное, подали на адреску. Надпись. Год выставили неправильно. И не все, не все бочки у нас открыты. Будем пробовать только те, которые открыты. Есть бочки еще новые, которые принят. Еще не распечатаны. Но если мы распечатаем, то у него ничего не будет. Значит, я набираю. Попробуйте Лидию. Это... Лидия, знаете что? Из-за бот. Нет, из-за бот. Ну, надо пробовать. Не буду много говорить. Мы же светлого наберем. Нет, светлого наберем. Нет, светлого наберем. Мне лично, я предпочитаю светлый. Мне нравится красный, но из-за светлого. У меня меньше жоги. Красный немножко высел с проблемой жогой. То... Не у всех. Видите. Это из винограда, потому что с востока. Да. С центра и... С востока, с лоба. Да, да. Это не наш. У нас... У нас... У нас так виноград не такой. У-у-у. А это какой? Оно с запахом. Ароматом. Видите, оно вообще... Класс. Мы уже привыкли... Я иногда, честно скажу, я уже не чувствую этот аромат. Я... Это другое. В общем, тоже первое. И есть еще... Это... Кабарне. И все. Белое. Мне нравится мне то вино, которое... Так. Мне классно. Классно вот таким... Торковатым таким. Это похоже на то, что мы это там или... Вечера, а вот вчера. Вечера, а вот вчера. Вечера. Это то, что Владимир выводил. Это первое. Так трудно сказать. Я не знаю. Вино классно. У нас нет вопросов. Не спеши. Вот посмотри, если что-то там... А, вот сейчас попробуем. С особым ароматом. Очень вкусное бесподобие. Вот у нас такие... Освещение такое, потому что это подвал. Да. Мы закупаем новенький, с завода. Крышечка, когда закручиваешь, она запечатывается как будто бы прямо с конвейера. Такие удобные посорки просто. Да. И не дорогие. Вино там... Просто... Вино... Вино... Вино как... Как... Как вот... Промышленное, только не... Ну, там идет... Да. Ничего общего. Это... Вот так. Даже если написано в Молдавской... Это... Не то... Не то... Вот именно что... Молдавское вино, которое на заводах делают. Там... Ну, там у них... Оно другое вообще... То есть, а другое... Мы еще почки... Там много... Именно на кассе, чтобы сильно сильно... Такое... А где... Тут вообще там... А где самая старая почка? Самая старая... Какое здесь? Это... Это... Самая старая... Какое? Эээ... 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 А... Не... Вино... Вино нет... Ну, то есть, да... Это в коллекционировании... Нет... 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 Житый... Прошлый... И еще это белый... Да... Сейчас попробую... Вовочка, будешь пробовать? Какого? 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 Эээ... Того, того... Какого хочешь? Какого дашь? Ну, сейчас... Попробуй... И... Вино... По любому... Восьмям... Хотите вы... Нравится... Нет... Воздух... Чтобы... Вы зря... Вы зря просто не делаете... Вот церковный уксус виноградный... Это нужно... Взять стеклянную тару... Закрываете ее ватной пробкой... И оставляете, чтобы... Вот такое, например, вино... И вы делаете там литров десять... Оно просто, чтобы прокисало до уксуса... Получается, виноградный уксус... Штука неимоверная по своему вкусу... Для приготовления шашлыцов, рыбы и всего остального... Сколько процентов у него получается? Он такой кислый, как натуральный уксус... Как белый... Просто ватным тампоном... Ватным тампоном, чтобы мухи туда не попадали... И он от воздуха просто скисает... Вино... Понятно... И оно уже тронулось... Его можно вот это сделать... Обычный такой... И значит, выдержка вот эта... Чем больше выдержка вот этого уксуса... Тем он становится... И смотрите... Он сначала скисает... Он пахнет кислятиной... Если его выдержать три года... Ему возвращается тот аромат и запах того вина... Из которого делали... Он становится такой благородный... Лентарный... И вкус такой, что если вот... Перед едой берем чайную ложку в рот... Аппетит такой неимоверный... Что можно гвозди просто там... С машинным маслом есть... Потому что это... Эта слюна просто... Это разрыв вкуса... И вот этот уксус... Вот я почему сказал... У нас на юге так... Садишься кушать... Сначала тебя угощают... Помолились... Сели... Никто ничего не ест... Пока по 100 граммовый стаканчик... И налили вина... Там 100-150... Каждый выпил... Все... Поднимается аппетит... Начинаешь кушать... И потом еще... Еще по второму... По второму... По третьему... Да... Вот уже эксперимент... Кабарно у тебя там есть? И одну кабарно... Эксперимент для лаборатории... Вот взять какую-то емкость стеклянную... Обязательно только стеклянную... Только стеклянную нужно быть... И буквально можно или банку подмазать... Или бутыль какой-то... Чтобы там поставить пробку... И вот подержать его... Полгода просто на воздухе... Чтобы он начал скисать... И... Ну... Выдержка тут играет роль... И оно через три года становится... С ароматом этого вина... Но кислое такое... Просто... Неимоверно... Как уксус просто... Ты за уксуса? Да, я за уксусом... Все... У меня... У меня было... Я наделал этого уксуса... Я приехал в один магазин... Я показал... Что у меня есть... Ну... Натуральные продукты продают... Я привез им на пробку... Просто показать... Что у меня есть такой уксус... Вот я все бутылки... Что я привез... Они у меня купили... При том что... Если вино стоит... Например... Там где-то 15 рублей за литр... То уксус купили по 40 рублей... По 40 рублей за литр... То есть... 250 граммовка... Получалось 10 гривен... То получилось 40 рублей за литр... За литр... Уксуса... И забрали весь... Что у меня был... А если бутыль ставить... 10 литровый... Так правильно... Я хочу... А сколько... 3 года надо ждать... Сколько вы его делали... Когда они забрали... Я 3-х годичный брал... А... За 3 года... И он постоянно делается осадок... И он очищается... Он становится такой янтарный... Просто такая как слизинка... Такой чистый... Если 3 года держать... То вы на гана... Или даже мало платили... Ну... Вроде... Вроде того... Я обязательно... Сделать вот этот эксперимент... И посмотреть... У вас для кухни... Просто будет свой натуральный уксус... Чтобы не добавлять... Ну... Вот эти... Химические там... Возвольте... Винные натуральные... Белые я пробовала... А попробуйте... Это белые... Очень классные... Ну что рассказывать... Ну белые... Белые... Очень хорошие... Классные... Алигатные, да? По-моему... Алигатные, да? Алигатные... Алигатные... И вот этот... Вы знаете... Что... Вот этот... Уксус... Вот... Именно виноградный... Натуральный... Не то, что в магазине продаётся... Там какая-то химия закрашенная... А именно виноградный, натуральный уксус... Его используют вообще как лечебный... Ну... Как лечебное средство... При разных там заболеваниях... И в том же числе... Даже... Оно идёт как профилактика... Вот людям, у которых есть... Проблемы с онкологией крови... Там... Белокровие и так дальше... Им нужно употреблять вот этот... Именно натуральный, виноградный уксус... А если вино натуральное... Потому что в нём содержится вещество... Которое есть на косточках винограда... И вот это вещество на косточках... Из косточки винограда... Его используют даже для... Изготовления препаратов... При заболевании... Сосудов нижних конечных... И... И... Это вещество... Содержится где-то в коре дуба... По-моему, оно... И на косточках винограда... И вот его в аналогах... Даже выпускают такой препарат... Специальный для лечения... Процессы... Поэтому это... Очень полезно... Процессы такие тоненькие... И полезные... Что-то там... Ну как... Как в грибок...